Протянули руку помощи попавшему в беду благотворительный фонд «Благи дела-09» вместе с жителями оказал помощь в покупке дома для семьи Роевых в станице Исправной, которая осталась без жилья из-за пожара. Отец семейства Владимир Роев является инвалидом первой группы. В новом жилище семьи Роевых побывал и Алихан Лепшоков. Семья Роевых жила в станице Исправной по улице Восточная, 31, но произошедший пожар полностью сделал дом непригодным для жизни. Неравдоношная жительница станицы Яна Шулика, узнав о происшествии, сразу же объявила в соцсетях о сборе для покупки дома пострадавшим. Оказать поддержку в сборе и покупке нового жилища откликнулась благотворительная организация «Благи дела-09». Руководитель данного фонда Рада Байчорова вместе с Яной нашли дом в самой станице за 350 тысяч рублей. И собрав и передав половину суммы, договорились с хозяином домовладения, чтобы семья могла переехать в новое жилище. Хозяйка этого дома согласилась нам его продать в рассрочку, пока мы организуем сбор. И во время сбора, когда мы соберем деньги, чтобы мы оплатили за этот дом, получается, она нам еще разрешила, что мы сразу можем перевезти дедушку. На данный момент сбор идет очень активно. Мы насобирали 170 тысяч, у нас остаток 180 тысяч. Я прошу всех неравнодушных жителей нашей республики оказать непосильную свою помощь, вклад для того, чтобы этот дом мы смогли оплатить полностью. А сегодня директор фонда «Благие дела-09» Рада Байчорова посетила Новоселов, пожелала здоровья отцу семейства Владимиру Роеву, который является инвалидом первой группы. У Владимира Ивановича паралич тела на 95%, и поэтому необходимо было в срочном порядке перевезти его в новый и теплый дом, где он уже принимает своих добрых гостей. Дом этот будет теперь лично вашим. Никто вам ничего не сделает. В чем будет нужда? Обращайтесь к Диане, Диана скажет нам, и мы всем миром поможем. Хорошо? Активистка, объявившая сбор Яна Шулик, отметила, что при перевозке и в оказании помощи семье Роевых помогали все жители станицы Исправной. Люди у нас здесь очень добрые, отзывчивые. Кто-то принес занавески дал, кто-то ковры. Приходили, помогали. Мальчишки на своих тракторах перевозили это все бесплатно. Вещи нам, дрова и все остальное. Здесь люди очень хорошие. Также начался сбор. Я попросила, кто может, кто вещами, кто деньгами, чтобы просто приобрести хоть какое-то жилье им. Новый дом достаточно уютен и полностью отапливается. Ранее хозяйка домовладения Светлана Белашова отметила, что этот дом принадлежал ее родителям и долгое время пустовал. А увидев призыв о помощи от станичников, она не могла им оказать и продала его в рассрочку. Лучше я поселю сюда инвалида. Пускай он здесь живет. Я очень рада. Я вчера, когда увидела видео, Диана выставила, честно плакала. Честно, дом начал жить. Теперь нужно собрать оставшуюся сумму 180 тысяч рублей, чтобы полностью погасить оплату за новый дом. В свою очередь глава станицы исправной Александр Березовский подчеркнул, что все жители оказывают помощь семье Роевых, а также со стороны администрации оказывается особое внимание им. И мы также надеемся, что вся сумма будет быстро собрана. Алиханепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Алиханепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.